МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Анонсирован новый онлайн-эвент по ФИФА. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим проблему Айма в Counter-Strike. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня мы покажем матч с финальной игры столичного турнира между командами Virtus.pro и гостями из Финляндии C-Max. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Counter-Strike подразделения проекта КАП больше не существует. К такому решению пришла вчера команда, лишившись сразу двух игроков основного состава. Татчане присоединились к КАП всего пару недель назад. Игроки успели заявить о себе широкой Европе, в частности, благодаря неплохому результату на квалификации к финалам Коу-5 в Германии. В конце следующей недели команде суждено было сыграть на финальной части немецкой квалификации в Дортмунде. Однако поездка в Германию так и не состоится. Прошедший в конце августа Asus Summer Cup 2007 стал, как всем прекрасно известно, последним турниром для знаменитого российского варкрафтера Дэдмана. Завершение карьеры киберспортсмена было вполне логично, учитывая, что в последнее время Андрей показывал далеко не те результаты, что в прежние годы. Однако вчера в списке игроков одной из команд появился никнейм Дэдман, причем с фотографией и всей прочей информацией, свидетельствующей о том, что легендарный эльф вернулся. Фрагбет и Кьюпат анонсировали онлайновый ивент под названием Фрагбет Кьюкап по FIFA 2008. Финальный турнир пройдет в конце этого года 64 участниками по системе Single Elimination. 32 игрока приглашены, а еще 32 игрока получили квоты на участие в финале через квалификационный турнир. Он проходил в конце ноября, а также проводился по Олимпийской системе. Поражают цифры. На отборочный тур зарегистрировалось более 450 игроков. 168 из них подтвердили участие. Какой-то злой рок обрушился на норвежскую Counter-Strike команду знаменитого скандинавского проекта Meet Your Makers. Постоянная смена составов, предвзятое отношение судей к оппонентам, беды не впопад. Сегодня из лагеря команды вновь пришли плохие новости. Ближе к полудню из достоверных источников стала поступать информация, Один из игроков основного состава МИМ по непонятным причинам госпитализирован. И команда, скорее всего, пропустит несколько крупных соревнований. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим проблему Айма в Counter-Strike. Айм подразумевает под собой скорость и точность наведения прицела на противника. Способов развития этого умения достаточно много. Метод первый. Тренировка на специальных тренажерах. На данный момент существует два наиболее эффективных тренажера. Это Reflex и HitDot. Тренажер Reflex развивает реакцию. Ваша задача – поразить как можно больше шаров за наименьшее время. И при этом допустить минимальное количество промахов. Хорошим считается результат от 450 тысяч. Тренажер HitDot развивает точность. Ваша задача – за 30 секунд поразить как можно больше мишеней. Хорошим считается результат от 60. Метод второй. Тренировка на деф-матч серверах. Ваша задача – убить как можно больше врагов и при этом иметь минимум смертей. Для этого вы должны на дальних дистанциях стрелять одиночными выстрелами или короткими очередями. А на ближних можно спреить, стрелять зажимом. Хороший результат – разница между фрагами, убийствами и смертями должна быть не менее 60. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись. Смотрите далее. Новая компьютерная мышь, которая по совместительству может служить также и телефоном. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня мы покажем матч с финальной игры столичного турнира между командами Virtus.pro и гостями из Финляндии C-Max. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Ноутбук Hewlett Packard ZT1000 в компании DateManker превратили в настоящий антикварный шедевр, который при этом еще и поддерживает две операционные системы. Windows XP и Linux Ubuntu. Компьютер включается с оборота ключа, как музыкальная шкатулка. Все материалы натуральные и очень дорогие. Корпус выполнен из красного дерева. Кнопки окантовки и входы для разъемов сделаны из чистого золота. При всей своей красоте он лишился главной функции – мобильности, так как сильно прибавил вес. Веб-камера Creative с революционной технологией MaxView автоматически поворачивается, следуя за объектом. Благодаря передовой конструкции и сверхширокому углу обзора, камера позволяет получать реалистичные фото и видеоизображения. Гибкое основание камеры подходит для использования на любой поверхности, включая ЖК-мониторы и дисплеи ноутбуков. Веб-камера поставляется в комплекте с полным набором программного обеспечения, который включает в себя инструменты фото и видеосъемки, а также редактирование. Вспомните, сколько раз вы проигрывали из-за того, что провод мыши цеплялся за что-нибудь. Ведь, как правило, он находится в затянутом состоянии и не всегда позволяет резко дернуть мышкой. Но с держателем провода Steel Cord Holder вы забудете об этой проблеме. Держатель крепится к поверхности стола и позволяет создать запас провода. Прочный алюминиевый сплав делает его практически вечным. Провод укладывается в специальное углубление и зажимается крепежным винтом. Sony объявила о выпуске своей новой компьютерной мыши, которая по совместительству может служить также и телефоном. Например, для общения по Skype. В сложенном виде это обыкновенная двухкнопочная мышь с колесом прокрутки. Но если потянуть за верхнюю половинку, то у нас в руках оказывается стильная телефонная трубка. Мышь имеет оригинальный дизайн и большую цветовую гамму. Она подойдет деловым людям, которые устраивают онлайн-конференции. Компактный размер позволит взять ее куда угодно. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня нам с вами предстоит увидеть финальную игру со столичного турнира Asus Open Autumn Counter-Strike Masters. Состав команды Virtus.Pro Колесников Алексей, капитан команды Климонченко Виктор, снайпер Макаров Роман, универсальный игрок Сухарев Иоанн, фрагер Тесленко Даниил, универсальный игрок Virtus.Pro бесспорно самая опытная и стабильная команда по Counter-Strike в России. Ее последним достижением стало первое место на Intel Challenge Cup. Состав команды C-Max Анти Шири Макинен Матти Спайкван Ярвинена Слава Твиста Рассанен Тино Тихоп Пумала Йорка Кукас Йокунин C-Max лучшая команда в Финляндии Стабильно попадает в топ-3 европейских лиг и турниров Самый поразительный факт, что у этой команды до сих пор нет спонсоров На первой финальной карте The Inferno Наши соотечественники не оставляют ни единого шанса команде C-Max Выигрывая со счетом 16-5 Во второй игре идет ожесточенная борьба В которой финнам удается вырвать победу у нашей команды со счетом 16-11 Последняя игра происходит на карте Dead Rain Хочется заметить, что это любимая карта Салли Virtus.pro с легкостью берут первые два раунда за оборону В третьем раунде у финнов первый закуп Но Эдвард делает минус 3 на открытом, убивая Шири, Спайкуана и Кукаса Тем самым не оставляя шансов финнам взять этот раунд В шестом раунде при счете 4-1 Салли, повторяя подвиг Эдварда, делает также минус 3 на открытом Убивая Твисту, Тихопа и Шири Казалось бы, такая уверенная игра Virtus.pro не оставит шансов команде C-Max Но зная, как они попали в финал, не стоит их недооценивать Гости из Финляндии собрались и взяли 4 раунда подряд Наши ребята начали нервничать и, как следствие, совершать глупые ошибки Например, Ромшки кидает Хэйе практически под ноги своему тиммейту В двенадцатом раунде при счете 6-5 в пользу Virtus.pro Салли снова показывает верх мастерства минус Суя Кукаса, Спайкуана, Тихопа и Шири Счет становится 7-5 Финны опять берут упорством два раунда В ласт раунде при счете 7-7 нервы у всех на пределе Твиста остается один против двоих Сначала грамотно убивает Лекса, но падает с лестницы Таким образом, первая половина заканчивается со счетом 8-7 в пользу Virtus.pro Слишком много раундов отдали Virtus.pro за оборону Теперь только идеальная игра может спасти ситуацию Команды меняются сторонами И Virtus.pro идут в свою первую атаку, которая заканчивается полным провалом Зеуса и Ромшки убивают на зелени без шансов При этом они теряют бомбу Эдварда убивают на центре Чудом Салли забирает плант, убивая Шири А Лекс тем временем проходит на улицу и делает два минуса на открытом Virtus.pro и C-Max остаются два на два Салли и Лекс терпят около своего респауна В надежде, что кто-нибудь из финнов полезет в аркаду или оба отойдут на закрытый Но этого не происходит И они на последних секундах идут на открытый, где их убивают При счете 2-0 в пользу C-Max начинается третий самый худший раунд Virtus.pro У всех закуп, так как в предыдущем раунде была установлена бомба Ромшки почти сразу погибает на пятой линии улицы Сразу следом за ним убивают Эдварда хэдшотом на улице Спайк-1 отправляет в иной мир Лекса и Зеуса А Каленый Салли умирает, упав с вагона В следующем раунде Virtus.pro делают эко-раунд и раш на закрытый через спуск Кукас убивает троих наших, но Зеусу удается его убить Быстрая атака отбита и Салли не успевает поставить бомбу Virtus.pro собрались и взяли 5 раундов подряд Счет 5-5 Но финны тотчас же перехватили инициативу и довели игру до ласт раунда В котором Салли остался один с АВП и 15-ю ХП, но не смог вытащить эту игру В результате побеждает команда C-Max из Финляндии Мы еще раз убедились, что финны медленны, но упорны Они очень вяло начали играть в турнире, но благодаря своей напористости и умению брать важные раунды Поднялись на перестал и увезли с собой 150 тысяч рублей Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok